В конференц-зале смена лидер-клуб Федерального детского центра подводит итоги 16-х всероссийских спортивных соревнований школьников в президентские состязания. В заключительной конференции приняли участие и руководители команд субъектов Российской Федерации. В смене эти соревнования проходят уже девятый раз, и с каждым годом уровень состязаний растет. Эти три недели за большинство ребят прошли как на одном дыхании. Я наблюдал за ходом, за соревнованиями, которые прошли честно, справедливо, благодаря прочитанию субъектов и коллеги, благодаря сплоченной работе федерального детского центра смены и федеральной детской и юношеской спортивной школы, благодаря поддержке всех наших гостей, партнеров, политических чемпионов. Впервые в президентских состязаниях участвовала класс-команда из Республики Крым. По словам заместителя директора Федеральной детской и юношеской спортивной школы Ирины Кашеваровой, эта делегация привнесла особую энергию в соревновательный процесс. От слов благодарности перешли к результатам, а в этом году они особенно порадовали. Все вы выросли, выросли как в творческом плане, так и в теоретическом конкурсе. Очень много команд, считайте, 16 команд из 53, показали максимальные результаты. 25 детей ответило максимально на все вопросы, на 15 вопросов. Если сравнивать с прошлым годом, только 4 ребенка в России ответило максимально. На протяжении трех недель за результатами участников состязаний следила неподкупная судейская коллегия. Как отметил главный судья соревнований Юрий Перегудов, уровень средней подготовки школьников значительно вырос благодаря системе президентских состязаний. Система президентских состязаний действительно реально набирает силу, набирает вес, и что самое главное, дает реальные плоды, реальные результаты в плане физической подготовки детей. И еще на что хотелось бы обратить внимание, то, что цель, которая стоит перед президентскими состязаниями именно в плане физического развития, то, чтобы дети гармонично развивали все физические качества, тоже, так скажем, находят свое подтверждение. Примером для всех участников на протяжении всех соревнований были олимпийские чемпионы Юрий Брозаковский и Дмитрий Саутин, которые давали ребятам стимул идти к заветной цели. На конференции они поблагодарили руководителей субъектов Российской Федерации за ответственный подход к своей работе. Сейчас поколение такое пришло, которое более, скажем так, кубитизированное, но о спорте ни в коем случае нельзя забывать, потому что спортом надо заниматься. Сейчас хорошо еще возобновляет нормы ГТО, и при этом эти президентские состязания, конечно, я считаю, что они даже более важны, чем ГТО. Поэтому эти президентские состязания должны проводиться ежегодно, вот как они уже проводятся несколько лет, и дальше с года в год они только развиваются, это большой плюс. Еще одним знаменательным событием в истории президентских состязаний стал визит министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова. Он принял участие в теоретическом тестировании и обсудил введение комплекса норм ГТО в общеобразовательных школах. Нам очень повезло, что это произошло именно в сфере. Он провел специальную сессию, на которой как раз присутствовало, ну, наверное, все вы, или, по крайней мере, подавляющее большинство. Он потом делился своими соображениями, как он хотел бы, чтобы президентские состязания развивались, какие новые виды спорта. Поэтому я хотел бы и вас поблагодарить, и за ваше мнение, за то, что вы являетесь тем локомотивом, который дает возможность президентским состязаниям из года в год развиваться. Президентские состязания – самые массовые и самые долгожданные соревнования среди школьников. И вот уже на протяжении 16 лет подтверждают свою востребованность и необходимость для подрастающего поколения.